Друзья, всем привет, с вами Куарвид, мы находимся в World Box и продолжаем дальше играть и смотреть на то, кто же у нас выживет, кто у нас останется последний на новой карте Европа. Итак, я почитал все ваши комменты, значит проблема у нас заключается в том, что никто не воюет, то есть у нас пропали войны, от слова совсем, воюет единственная Турция, то с Болгарией, то по-моему с Исландией, ну то есть какие-то очень странные такие у них войны, и также воюет постоянно Великобритания и Ирландия, Ирландия же, да, Ирландия, а вот, но из этого ничего не выходит, так как самые крупные страны, они в эти войны не вступают. Значит, я почитал все ваши комменты, я предлагал несколько решений, точнее два. Первое, это просто накидать всем злобу в режиме паузы, да, чтобы сразу все одновременно начали с друг другом воевать. И второе решение, это было кинуть злобу самой слабой стране, чтобы посмотреть, что из этого получится. В целом, и тот, и тот вариант мне не очень нравится, потому что, ну по сути, мы будем как бы внедряться и помогать каким-то странам побеждать, да, то есть если мы кинем злобу на весь мир, то это будет просто хаос, это будет, ну как мне кажется, неприкольно, типа там может выиграть вообще любой. Если мы кинем самой слабой стране злобу, то это тоже, ну как бы, ну не очень прикольно звучит. Вот, и мне в комментах написали один из вариантов, который я даже не рассматривал. Очень интересный вариант, он мне понравился, сегодня мы его будем использовать. Но не факт, что он, что из него что-то выйдет, я его попробую. Если из него что-то выйдет, то окей, если нет, то тогда будем кидать злобу самой слабой стране. Как-то так. Значит, вариант этот заключается в следующем. Во-первых, нам надо поставить игру на паузу. На паузе стоит? Да, все, на паузе. Болгарские мухи здесь везде летают, да, вот. Болгарские мухи. Так, значит, это. Посоветовали мне убить королей. То есть убить королей всех стран. По причине того, что, скорее всего, у них бессмертие. Они живут вечно, у них все замечательно, они не хотят воевать. Ну, это как бы если вкратце. Вот, давай посмотрим на правителей всех стран. Где они тут у нас вообще обитают. Так, подожди. А как выделить? Подожди, а как? Вот. Значит, где у нас король? Где у нас король Португалии? Король Португалии у нас, у нас, у нас. Вот, нифига себе, где он. Так, вот у нас король Португалии. Смотрим на него. У него золотой зуб, мудрый, безработный. Да, бессмертный. Смотри, то есть у него есть, получается, черта характера. Бессмертный, то есть он живет вечно. Он правит одним государством уже очень долго. Ему все нравится. Его все устраивает. У него есть ресурсы. Дети там и все остальное. 24 ребенка, на секундочку. То есть у него все в целом хорошо. Только единственное, почему-то у него настроение злое. Но он, типа, ни с кем не воюет. Это странно. Ладненько. В общем, смысл в том, что у них, как бы, все есть. То есть есть и ресурсы, и еда, и войны, и люди, и земли. Все есть. Типа, зачем воевать? Но, если придет новый какой-то король, у которого, допустим, не будет такой черты, то, возможно, он захочет подраться. Возможно, он захочет с кем-то устроить войну. Если мы посмотрим, например, на короля Великобритании, то у него черты такой нет. У него, получается, есть проворный, мудрый, да, и тоже золотой зуб. Именно поэтому, ну, как мне кажется, возможно, Великобритания и воюет с Ирландией. Давай посмотрим на короля Ирландии. Вот он здесь тоже тусуется. Это ж он. Ну да, это он, золотой зуб, символ состоятельного уложения. Честно, гигант Гулливер. Нифига себе же он там удаст. Это гигантский, ирландский, гигантский король. Офигеть. Так, вот. И давайте еще чекнем Турцию. Потому что Турция, она тоже страна, которая периодически воюет. Король, а, король где-то в доме, да, по-моему, здесь засел. Или вот это король? Нет, король, судя по всему, где-то в доме там сидит. Я его так прокликать, наверное, и не смогу даже. Там кто-то толстый тусуется. Ну, разве что зайти, наверное, где-то через... Вот он. Выбежал. С луком тоже бегает. Он тоже бессмертный, кстати, на секундочку. Пироман. Бессмертный пироман. Но Турция воюет. Ну, ладно, это, в принципе, не так, как бы, важно. Сам смысл в чем? Убить всех королей одновременно. Это никак никому не повлияет. Потому что я не буду трогать ни границы, ни культуру, ничего. Я просто убью короля каждой страны. И посмотрю, что из этого получится. Давайте начнем с рака. Так, с помощью ластика будем это делать. Находим короля. Опа, тут его не видно. Подожди, а тогда, возможно, не... А, вот видно. Ну, вот, убили. Так, дальше. Переходим к королю Турции. Убиваем. Дальше. Король Венгрии. Где он у нас? Вон он. Вижу, вижу, вижу. Король Венгрии. Убит. Так. А новые, по идее, еще не должны появиться. Потому что игра на паузе стоит. Да, нового я здесь не вижу. Давай дальше смотри. Значит, Тунис. Тунис. Энч. Э. Ты чего, блин? Еще кого-то забрал вместе с ним. Ну, ибо нефиг. Так, Португалия у нас вот здесь вот. Тусуется король. Почему-то ходят вообще на вражеской территории. Нормально? Так, здесь у нас тоже убиваем короля. Не, подожди. Я убил не короля. А где король? Ну, он типа где-то здесь. Он где-то здесь. Он, наверное, где-то здесь в доме. Король? Да. Все. Король Великобритании умер. Но я думаю, что ничего страшного, если мы вместе с королем убьем еще парочку его отданных. Так, здесь тоже. Ага. Так. Ирак. Подожди, Ирак. В Ираке мы убили, в Турции убили. Правильно? В Ираке я не вижу королей. Здесь у нас королей нету. В России. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так. Дальше у нас. Ага, вот здесь. Так. Ну-ка. В Германии король умер. Литва. Тоже до свидания. Так, Германия, Литва, Исландия. Подожди. Исландию тоже, по-моему, убили короля. Финляндия. Финляндии нету, да. Давай Финляндии, вот он. Финский король. Как финская булочка, только финский король. Болгария. Минус Болгария. Минус Румыния. Ну, вроде бы все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 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 одиннадцать. В теории должна начаться какая-то война Но это в теории Если она не начнется То будем тогда уже кидать злобу самым слабым странам Так, ну что, погнали Тогда x5 сразу скорость по умолчанию У нас Все, поехали, игра возобновлена Так Да здравствует Вот-вот-вот начинают появляться новые короли Смотри, во всех странах Во всех странах появились уже новые короли Да здравствует король хич Король шиба Король ебигучи какой-то Король егу Тут уже кто-то опять умер Понятно Массип Король массип В Ирландии уже сменилось два Короля за это время Но пока ничего не происходит Пока никакие войны у нас не начинаются Самое главное следить за вот этими Всплывающими логами Чтоб не прозевать Момент Король упхука Упхука из Турции умер Сейчас появится еще один Новый король На самом деле я не знаю Я никогда эту механику с королями не пробовал Но так как здесь у нас много стран И в целом все с друг другом граничат То есть вот прям максимально здесь можно сейчас воевать Поэтому попробовать вот эту вот механику с королями Плюс я сам для себя это узнаю Работает она или нет Плюс вы тоже узнаете Что если например две страны перестали с друг другом воевать То есть ли смысл убить их королей или же нет Вот сегодня мы это с вами проверим В Болгарии тоже умер король Мне сейчас интересно еще подождать вот какую-нибудь первую войну Может быть даже вот Болгария с Турцией Если насчет какие-то военные действия Возможно тоже это как-то сможет Изменить поток Времени Тут у нас не война? Нет Болгария бегает через Россию в Румынию Наверное машины перевозят Зачем они туда ходят? Они реально ходят смотри отсюда В Румынию через Россию Занимаются контрабандой походу А вот тут смотри тоже ходят Почему они все ходят по территории России? Смотри просто свободно А Болгария? Вы че блин? А куда они идут? Они идут куда-то Они идут на территорию финнов Но здесь как бы вот есть уже отряд Который путешествует по территории финской Но здесь у нас это по-моему болгарские мухи летают Да, это у нас летают болгарские мухи Они везде Но они про... Может быть они поживут здесь А это кто у нас? Это по-моему Турция идет Или кто это у нас? Да, это Турция Слушай, а... А война у них идет или нет? Может у них там война идет? Да не... А, да, у них война идет То есть получается Что это они идут типа в атаку Друг на друга Ага То есть это у нас типа отряд Здесь я вижу, что отряд вынесли Да, здесь у нас идет потасовочка Болгария напала Точнее Турция Ну, типа Болгария Выдвинула свои Войска в сторону Турции Да, и Турция выдвинула свои В сторону Болгарии И в итоге они встретились Вот как раз таки на границе России и Финляндии Что очень странно Ну, ладно Так Ну, здесь у нас потихонечку Ой, тут просто тьма воинов стоит Офигеть Очень много воинов Здесь эти почему-то бегают вперед-назад А начинается какая-то потасовка Как будто шахту ломают Подожди А это уже турецкая терри... Нет А кто тут шахту ломает? Э, эту шахту ломал, случайно? А, или потому что там... Наверное, потому что там кто-то добывает Поэтому Поэтому она так двигается Туда-туда-сюда Так, ну хорошо Смотри, у нас болгарские войны добежали, получается До территории Турции Я не знаю, в Турции ли остались ли войны Я тут воинов не вижу Не вижу здесь воинов Идет потасовочка А, вот здесь какие-то есть войны, да Ну чё-то как-то болгарские войны не особо То есть они чё-то вроде бы заходят А вроде бы и нет Но у них вроде как всё неплохо Каменный меч Подожди Да, смотри, у них есть Сосулька силы Доспехи всякие медные По-моему у Турции... А, ну у Турции вроде бы тоже неплохо, да? Это жители Так, ну пока войн никаких нету Но Болгария здесь начинает потихоньку что-то делать Я на самом деле рад, что есть хотя бы какое-то движение Не знаю, связано ли это было с потерей короля Но прикол в том, что война была ещё до того То есть до того, как я истребил всю царскую знать на этой карте Жители нападают Турки теряют количество жителей Я думаю, что если они прям сильно-сильно потеряют количество жителей То есть фермеров, да, вот этих обычных То возможно это как-то сможет сработать на скрипт На скрипт На скрипты Возможно, вполне Ну, смотрим Я тут в принципе ни за кого не болею То есть ни за Турцию, ни за Болгарию Но мне просто хотелось бы какого-то разнообразия Поэтому я буду надеяться, что Болгария здесь всё-таки Турции покажет, куськину мать Вот уже два дома они сломали, да? Но здесь прикол в том, что очень много жителей на них нападает Я могу в принципе отключить эту тему Гневные жители Вот Но, наверное, обороняться они всё равно будут А, нет, смотри, они просто куда-то разбегаются То есть они просто разбегаются И вот они даже ничего не делают Тогда давай включим обратно Вот Начинаются потасовки То есть если мы отключаем, то почему-то Болгария ничего здесь не делает Она не ломает дома Не сжигает скот Ничего такого То есть просто ходят по территории Турции Тусуются и всё Это очень странно Поэтому придётся, наверное, так О, смотри, тут у нас турецкие воины какие-то появились Откуда в это непонятно Медный меч Приколдесно Ну, здесь минус в том, что Болгария разделилась Но и в целом идти им очень далеко до Турции Но так сколько там было? Где-то 1200 человек, по-моему, было в Турции Да, вот где-то три сотни турков Я думаю, Болгария смогла Так, а здесь вот ещё кто-то идёт Ну, это, по-моему, да Это просто тут Двоечка Бегает Так Ну да, войн больше нет На Болгарию, я так понимаю, что никто не пришёл Из турков То есть они сюда тупо не дошли Там шёл один отряд турецких воинов в самом начале Но турки, точнее, болгарцы их встретили Турки шли Болгарцы их встретили И идти, типа, на этом всё А вот, значит, что мы с вами наблюдаем Значит, ребят, судя по всему Вот эта тема с королями, она не работает Я думаю, что если бы она работала То уже какая-то бы война началась Но уже прошло достаточно много времени По игровому времени уже несколько лет точно прошло И за это время бы по-любому что-то бы случилось Ну вот, я думаю, сколько там? Лет 10, наверное, уже прошло, да? И, ну, скорее всего, какая-то бы война уже случилась Так как войн у нас нету Ну, наверное, я не вижу никакого смысла сейчас Сидеть опять, продолжать ждать, да? То есть, ну, я думаю, что и вам И мне не особо хочется сидеть И просто смотреть на то, что, типа, ничего не происходит А что тут у вас? А у нас ничего не происходит Совсем ничего, да? Совсем ничего не происходит Поэтому второй выход из этой ситуации Это потихоньку кидать злобу на самых слабые На самые-самые-самые слабые страны А вот, значит, давай посмотрим, как она точно у нас работает Эта злоба, я уже не совсем помню Заставить королевство объявить войну То есть, если мы, допустим, кинем одну капельку злобы на Румынию То она объявит кому-то войну То есть, типа, страна разозлилась Ну-ка, Россия, иди сюда И все Вот, я думаю, что так и будем делать Тогда берем злобу Берем маленькую капельку, чтобы была злоба, да? На Румынию сюда приходим Турция заключила мир с Болгарией Причем два раза А, еще с Исландией, понял Так, ну и делаем капельку сюда Эйч Кеп Румыния объявила войну Португалию Вот, это уже интересно Ну, правда, получается, самая слабая страна объявила войну Самой сильной стране Что, блин? Ну, ладно Так, хорошо, давай смотреть Что у нас происходит? Как-то Португалия что-нибудь будет делать? Как-то, по-моему, Португалия вообще как-то по-португальски на все это дело Так, подожди, а Румыния Тоже, типа, ничего О, смотри А, блин Великобритания, Белая война Да что ж такое-то Это Великобритания постоянно У меня Португалия Великобритания Ирландия Ну, вот эти две страны мне сейчас пока неинтересны вообще Они там непонятно, чем вообще занимаются Никакого толку от этого нету Но вот Португалия вроде бы, ну, типа, обезила войну Ну, идите на войну А они почему-то не идут Возможно, они не идут Потому что у них не такие хорошие отношения с соседями, чтобы передвигаться по их территории Но это, кстати, может быть То есть, возможно, они, ну, не прям в таких суперских отношениях, там, скажем, с Венгрией, да Либо они не могут попасть к Румынии Потому что здесь ее закрывают другие страны Да, например, они бы могли в теории сесть на корабль Да, ну, то есть, заполнить корабль воинами Поплыть вот так вот через юг Доплыть до берегов Финляндии Выйти, пройти через Финляндию Попасть в Румынию Но вполне возможно, что у них не такие хорошие отношения, чтобы это делать Да, то есть, вот здесь у Болгарии, у Турции Странно, что, кстати, у Турции почему-то Хорошее отношение с Россией Потому что Россия вроде как позахватывала там часть Турецких городов себе Ладненько, ну, что у нас происходит? Я вижу, что ничего вообще не происходит То есть, как-то прям вообще Давай попробуем кинуть еще одну капельку злобы, может Это что-то, на что-то повлияет, я не знаю И Румыния объявила войну Исландии Так, королевство... О, подожди, слушай Тут у нас еще Финляндия объявила войну России Это как-то так, это... Причем тут Румыния вообще И Финляндия, и Россия Так, ну хорошо, вот это вот уже интересно То есть, ну, смотри Получается, Румыния сейчас воюет с Исландией И с Португалией Что, как бы, ну, вообще Совершенно не укладывается у меня в голове Но у нас Финляндия объявила войну России Вот это вот уже будет интересное противостояние Потому что две эти страны находятся максимально рядом с друг другом У них явно есть какой-то интерес завладеть своими территориями И давай посмотрим, что у нас произойдет В прошлый раз, кстати, на прошлой карте Где была Финляндия и Россия Финляндия Россию как раз-таки вынесла Здесь еще Ирак объявил войну тоже Финляндии Вот-вот-вот уже что-то, вот уже что-то пошло То есть я кинул всего лишь две капельки злобы На самую слабую страну Причем она осталась То есть у нее как бы все окей Она условно даже не воюет А вон почему-то начали Воевать те страны, которые находятся просто рядом Россия, Финляндия, Ирак Вот, но Финляндия явно здесь, наверное Будет очень плохо Потому что ее сейчас будут давить просто с обоих сторон Да, здесь Россия Хотя вот здесь, смотрите, у Финляндии прям армия целая идет Я не знаю, сколько там воинов великих Давайте, кстати, посмотрим Значит, у нас Финляндия, вот она находится У нее 661 воин У России 900 У Ирака 875 Ну да, как бы тут в любом случае Я думаю, что Финляндию захватят Но вопрос кто? Вот вопрос, кто захватит Финляндию? Вот это уже интересно То есть у нас, получается, здесь Граничит Ирак и Россия Да, то есть вот эту вот часть Может вообще кто угодно В принципе захватить А здесь у нас Как бы границы А, вот здесь еще и здесь еще город Ёлки-палки Ну будет забавно, если, допустим, вот этот кусок захватит себе Румыния А вот это, например, Болгария Это будет совершенно смешно Здесь Ирак себе, смотри, захватывает кусок Финляндии Северную часть Финляндии, получается, захватывает себе Ирак Присваивает город Остальные города пока под вопросом Можно, конечно, приблизить О, здесь у нас Россия Я тоже кусочек себе захватил Но смотри, тут прям Тут прям жестко все было Тут спаленные дома Тут все прям крайне неприятно получилось Для России Здесь тоже Россию, смотри, жгут И здесь жгут Ой, а что я так жгут прям со всех сторон Но вроде бы пока воин больше нету, да То есть у нас идет война только Между этими странами Но здесь, да, смотри, у нас Ирак, получается, захватывает территорию По-моему Да, вот здесь тоже захватили территорию Здесь нет Здесь Россия Так, ну смотри Финляндию, получается, отрезали полностью То есть здесь у нас Ирак, получается Захватил большую часть территории, да Россия захватила, по-моему, только один город Все остальное захватил Ирак И вот здесь вот, единственное, осталось два города Король России был забит до смерти Что? Так, и здесь, получается, тоже Так, а у Ирака сколько? 4,200 У-у-у 4,200 населения Так, ладно, смотрим Смотрим дальше, что будет происходить с Финляндией Пока это у нас единственная такая Интересная потасовочка Которая получилась Финляндия, Ирак и Россия Причем главным зачинщиком, по идее, была Румыния Айсегу был уничтожен Что? Айсегу был уничтожен Это что такое? Айсегу Оооо, так, пиши, какой-то город здесь был Это был какой-то город? А чей это был город? А что за Айсегу? Ну я не знаю, что здесь было Здесь, судя по всему, здесь был финский город Он почему-то уничтожен Хотя я не понимаю, почему здесь вроде как все окей Васового было уничтожено И это где тоже город получается финский Так, а кто, подожди, а кто всем этим делом здесь занимается? Я не вижу здесь ничьих войск Ну, Болгария типа тут ходит, тусуется А может быть у них тоже война между собой? А, у них тоже война То есть... Ёлки-палки А я точно Румынии кидал? Ну, вроде бы, да Злобу я кидал Румынии Тут еще и это Вот здесь у нас кто? Венгрия, по-моему, или кто там? Да, Венгрия Венгрия тоже воюет, получается, с Финляндией Это вообще офигеть Офигеть Че, блин, происходит? Здесь Болгария, оказывается, себе территорию Отвоевывает потихоньку Я-то думал, что там Россия что-то делает Какой-то саботаж Нет? Болгария? В итоге у Финляндии вообще практически ничего не осталось Здесь часть Болгарии Ну, как-то, ну, судя по всему Из-за того, что у них там была война с Финляндией Финляндия тоже немножко отжимала там куски территорий Ну, я думаю, что... Не знаю, если они, конечно, сейчас... Венгрия умер Тунис обил войну Финляндии Все объявляют войну Финляндии В чем дело? А что такое? Им не понравились финские колбаски? В чем прикол? Болгария потихоньку, потихоньку так расширяется, да? А насколько вы помните Болгария была у нас, по-моему, где-то вот в этой области Если я не ошибаюсь В итоге ее отсюда вытеснили Возможно, Португалия, ну, или Венгрия Или те, кто были до них здесь А вот в итоге у Болгарии здесь был один маленький город И она потихонечку, потихонечку Вот так вот расширяется и расширяется Уже расширяется достаточно неплохо И... Так, тут у нас Россия У нее, по-моему, не было здесь города Она захватила, получается, часть Финляндии вот здесь Окей, хорошо Снизу тоже захвачено в целом Германия Кусок, большой кусок Германии Здесь почему-то прям под Россией Литва Буква Н Так, все, да, все Финляндию, ребят, добили Германия, получается А, нет, Финляндия, вот она Финляндия еще пока жива Но я думаю, что это временно Потому что слишком много стран с ней воюет И тут уже, ну, как бы уже Уже практически все у них осталось Один город Нет, два города Два маленьких города здесь Но, как бы, людей уже практически не осталось То есть 55 человек, 56 человек Еще чуть-чуть и все Король Финляндии был убит Болгарским каким-то человеком 36 В Болгарии уже 1200 людей Вы че, блин? Ребята, болгары Ну, смотри, на мухах как отожрались Так, ну, достаточно неплохо у них там все идет В принципе, у Болгарии все О, Финляндию, ребят, разбили полностью От слова совсем Да, все В Финляндии я не вижу Почему-то нет логов о том, что В Финляндии все Давай, до свидания Но ее нету здесь Возможно, чуть-чуть попозже Появятся логи Потому что, возможно, остались какие-то там Я не знаю, финские корабли Может где-то остались Или какие-то еще воины Или люди где-то бегают Финские Может быть Вот Ну что, ребят На сегодня тогда будем заканчивать Подведем итоги Давай на паузе, наверное Подведем итоги по королевствам Итак, на первом месте у нас сейчас Португалия На втором Ирак Потом Литва, Россия и Венгрия И с конца у нас Финляндия Ну, ее уже можно считать нет Ирландия, Румыния, Исландия, Великобритания и Тунисту С Ирландией сейчас является самой слабой страной Кидать ей злобу Ирландии Но, наверное, смысла нет Потому что она на острове И, типа, вряд ли кто-то туда сможет приплыть Но, как вариант Почему бы и нет Вот Значит, у нас Получается, Россия Ну, вот здесь вот себе кусочек немного отъела Да, и вот здесь вот себе кусочек отъела Много отъел себе Ирак То есть тут прям городов штук пять, по-моему Где-то он себе отхавал Ну, и Германия Тоже не осталась в стороне Отхавала себе тоже, по-моему, два или три города Ну, и плюс Болгария Правда, так расширилась Достаточно неплохо Вообще, очень рад за болгаров Вот На сегодня будем тогда заканчивать Пишите, что думаете, друзья С вами был Коррель Всем удачи и пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова